Перед нами монетка Ивана Третьего. Случился повод её достать. И как бы... Событие такое подвернулось интересное. 10 сентября 1492 года, 521 год назад, случилось празднование Нового года, перенесённое Иваном Третьим с 1 марта на 1 сентября. Это вот у нас монетка Ивана Третьего. И год выпуск монетки тоже примерно 1492. То есть монетке 515 лет как минимум. Вот такая вот интересная старинная штука. Вообще традиции празднования начала Нового года имеют очень древние происхождения. Например, в Древнем Египте его праздновали примерно в конце сентября. Когда разливался Нил, поскольку разлив Нил превращал пустыню в плодородную землю. А в Древнем Вавилоне, наоборот, весной древние римляне также долгое время праздновали Новый год в марте. В дохристианское время языческая Русь считала началом Нового года день зимнего солнцестояния. В этот день славили и задабривали богов и приносили им жертвоприношения. Вместе с христианством на Русь пришел и Юлианский календарь. А с ним и традиция отмечать рождение года 1 марта. Еще во время Великого князя Владимира на территории Киевской Руси использовались византийские леписчисления, согласно которым отсчет лет велся от сотворения мира, которое произошло 1 марта 1 года. В повести временных лет уже используется юлианский календарь с византийским летоисчислением и римским названием месяцев. В 1492 году, который был семитричным годом от сотворения мира, царь Иван III повелел своим царским указом перенести празднование начала Нового года на 1 сентября, объединив его таком образом с праздником сбора урожая и сбором податей и оброка. 10 сентября 1492 года, начало года, было отпразднано по-новому. Кстати, именно в этот день Иван III велел всем жалобщикам явиться в столицу, и эта традиция встречи Нового года 1 сентября продержалась на Руси почти 200 лет до 1700 года. Изменения в дате празднования, а также в системе летоисчислений, связанные с именем Петра I. Чтобы синхронизировать российское летоисчисление с европейским, он своим указом о новом исчислении лет в 1699 году предписал считать 1 января 7208 года от сотворения мира, 1 января 1700 года от Рождества Христова, а начало гражданского Нового года перенести на 1 января. Вот последний осенний Новый год на Руси праздновали 1 сентября 1778 года в полночь 1 января 1700 года во всех церквях столицы впервые прошло ставшие впоследствии традицией полночное бедение. Кстати, тогда же церкви и другие публичные места впервые были украшены елками. Но все же несоответствие Григорианского и Ильянского календарей привели в конце концов к расхождению в дате празднования Нового года в Европе и в России. В 1918 году уже советское правительство утвердило в стране новый Григорианский календарь, который соответствует европейскому. С тех пор Россия, как и большинство других стран, празднует встречи Нового года 1 января по Григорианскому календарю. А предыдущая дата празднования празднуется в России как Старый Новый год. Ну, не пропало и 1 сентября. Первый день осени оказался праздником, превратившись из начала календарного Нового года в первый год учебного. И стал праздновать как День знаний. Раньше был День учителя, День знаний. Вот такое вот событие у нас на 10 сентября. Ну что ж, спасибо за внимание. До свидания.